Большие строительные проекты реализуют в Деркуле и Зачиганске. В поселках идет укладка асфальта. Уделили внимание дворовым территориям. Как проходит работа и с какими нюансами сталкиваются подрядчики в нашем следующем материале. Большой проект реализуют в поселке Деркул. Здесь 50 улиц и все планируют отремонтировать в течение нескольких лет. Изначально в проекте были предусмотрены водоотводящие каналы, однако в итоге их нет. Главный вопрос заключается в том, не смоет ли дорогу по весне. Представитель подрядчика говорит не смоет, мол вода на дорогах скапливаться не должна. А в крайнем случае компания, которая укладывает асфальт, дает гарантию на три года. Если говорить в целом по проекту, то это долгострой. Необходимо проложить 44 километра дорог. 10 из них в этом году на это выделили 900 миллионов тенге. Вопрос, успеет ли подрядчик справиться с задачей до сезона дождей. Мы начали поздно, потому что там были проблемы немножко с технозорством. Поэтому вот только мы три километра сделали и сейчас готовим, дальше работаем. Ну мы в первую очередь хотим сделать там, где движение большое, это маршрут, автобусный маршрут. И чтобы людям было легче ходить в детские сады. Вот такие по просьбе жильцов и заказчик дали нам определенные улицы, по которым будем работать. Возвращаясь к теме отсутствия рычной системы вдоль улиц. Представители отдела ЖКХ отмечают, что данный пункт убрали для того, чтобы увеличить километраж асфальтируемых улиц. При этом водоотвод из планов не исключают, и со временем он по идее появится. Вопрос времени. Между тем, реализация проекта по поселку Деркул рассчитана на три года, и к работам приступили уже до 2020. В 2020 году проложено было один километр дорог по улице Биембит Малина, это до социального объекта, до школы. В этом году Биембит Малина полностью завершена, и была завершена улица Тахсай. На данный момент ведутся работы по улице Саржайлоу. Общая протяженность данной улицы 1,2 километра. Перенесемся в Зачиганск. Здесь большой проект подходит к своему логическому завершению. Построены 7,5 километров дорог на 7 улицах. Остались буквально мелкие штрихи. Создать обочины, разметки, установить знаки. К слову, к системе водоотведения здесь отнеслись серьезно. Водоотведение на 4 улицах предусмотрено. Водоотведение, лотки, арысиные лотки. И тротуар на всю протяженность дороги, 6,5 километров, предусмотрен. А не ослышалось, до декабря у вас? По графику у нас до декабря. Но мы планируем в конце сентября сдать объект. Не обошли стороной в Зачиганске внутриквартальную территорию. Так, около 9 зданий возвели детские игровые площадки. Проводят канал для отвода воды. Асфальтируют придомовую территорию. Общая сумма проекта 1,2 миллиарда тенге. Работы выполнены частично. В основном возле жилых домов произведена укладка асфальтобетона толщиной 5 сантиметров, как заложено в проекте. Остались парковочные площадки. Детские площадки все готовы с детскими игровыми комплексами. И осталось только произвести устройство канала. Потому что там некоторые вопросы есть, которые сейчас решаются. Между тем, как пояснили в отделе ЖКХ, в Уральске могут реализовать еще 10 проектов. Проектно-сметная документация по ним уже разработана. Сейчас идет запрос финансирования на их реализацию.